Здравствуйте! Мы обращаемся в администрацию президента России, в Федеральную службу безопасности России, к Генеральному прокурору Российской Федерации, руководителю СК Российской Федерации, к Кириенко Сергею Владиленовичу, Бортникову Александру Васильевичу, Бастрыкину Александру Ивановичу и Краснову Игорю Викторовичу. Мы, собравшиеся здесь, дольщики жилищного комплекса «Победа» в Волжском районе города Саратова, обращаемся к вам с целью разобраться с происходящими событиями вокруг домов ЖК «Победа». Основной вопрос, с которым мы обращаемся к вам, является получение нами жилья либо денежных компенсаций за оплаченные нами квадратные метры по реальной цене. Мы, дольщики, оплатили строительство домов ЖК «Победа». Все разрешительные документы на момент строительства были выданы местными чиновниками и проверены, в том числе прокуратурой и Росреестром. Строительство домов происходило в далеком 2016-м, а если быть точнее, в 2015-м году по 2020-й год. Когда мы покупали квартиры по цене 26 тысяч рублей за квадратный метр, сейчас уже стоимость такого жилья составляет от 100 до 120, а иногда даже до 170 за квадратный метр. 1000 рублей, соответственно. Как мы думаем, жилищный комплекс «Победа» кому-то приглянулся, и вокруг него уже длительное время происходят странные вещи. В деле ЖК «Победа» есть две структуры – прокуратура Саратовской области и фонд развития территорий со своим интересом. Фонд развития территорий или его менеджеры уже третий год подряд организует судебные процессы, явная цель которых – забрать под себя дома и земельные участки практически за бесценок, придав видимость законности происходящему. Так фонд длительное время, около трех лет, судится и хочет забрать жилой дом номер 5, степенью готовности 95% за бесценок. Сейчас в судах в очередной раз рассматривается вопрос об уменьшении оценки домов ЖК «Победа», из которых будут происходить выплаты дольщикам, то есть нам. Для примера, дом номер 5 площадью 17 тысяч квадратных метров жилой площади стоит практически готовый к заселению, а его пытаются представить как недострой, который якобы не законсервирован, и поэтому его цена постоянно падает. И вместо того, чтобы только за счет этого дома покрыть все свои расходы и достраивать с большой прибылью оставшиеся дома, фонд судится вместо того, чтобы строить. За весь период банкротства, а это более трех лет, прокуратуры не интересовали дольщики их жизни и их нарушенное конституционное право на жилье. Многим дольщикам, десяткам, если не сотням, фонд предъявил иски, претензии о возврате всех ранее выплаченных и без того мизерных компенсаций, которые составляли приблизительно 40 тысяч за квадратный метр. По нашей информации, интерес прокуратуры Саратовской области и лично прокурора Саратовской области в этом деле состоит в личной неприязни к одному из застройщиков, иначе действия Филипенко и его подчиненных объяснить невозможно, потому что прокуратура Саратовской области зашла в процесс банкротства и процесс признания выданных разрешений на строительство недействительными, несмотря на то, что прошло уже 7 лет. В последствии этого дома будут признаны самостроем и со всех дольщиков будут обратно взысканы компенсации. Мы, дольщики ЖК Победы, уже который год без квартир платим кредиты и нас от них никто не освободил, вынуждены жить на съемных квартирах и просто вынуждены обратиться к вам. А многие дольщики попросту боятся и не знают, какие последствия потом последуют за этим. Наши судьбы имеют значение. Мы требуем организовать выезд совместно с ФСБ Российской Федерации, группы на место, чтобы на месте разобраться со всеми хитросплетениями сложившейся вокруг ЖК Победы ситуации и вокруг наших квартир, которые мы не можем получить много лет, а присутствие ФСБ как гарантия честности и справедливости, и чтобы наше обращение не было спущено на тормозах. ФСБ Российской Федерации